На Беларусь 4 программа «Де-факто» мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Жары нет, но благоприятная погода дает печальную статистику. В Гомельском регионе на водоемах тонут люди. Не захотел отдавать в руки закона. В жлобине мужчина сжег свой автомобиль, который инспекторы доставили на штрафстоянку. Цена выгодного предложения. Чем может закончиться тур выходного дня, если за него еще и платят деньги? В схемах заманчивых путешествий разбирались наши корреспонденты. Гомель во власти стихии. Как пережили потоп жителей региона и кто до сих пор откачивает воду, узнавал Алексей Немкевич. А также, что делать, если стихия застала врасплох. Об алгоритме действий в условиях штормового предупреждения поговорим с первым заместителем Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Сотрудники Светлогорского районного отдела следственного комитета проводят проверку по факту гибели 12-летней девочки во время купания. Она утонула в неохраняемом водоеме, когда находилась там вместе со своими подружками. На отдых к озеру девочек привез дедушка погибшей. Как сообщают в следственном комитете, он оставил детей без присмотра у берега, а сам вернулся в салон своего автомобиля. И именно в этот момент его внучка вместе с 9-летней подружкой решила зайти в водоем поглубже. Услышав крики, мужчина прибежал на помощь. Одну из утопающих он успел спасти, а свою внучку нет. При этом на потерпевшей был спасательный жилет. Но из-за несоответствующих размеров в момент погружения под воду он просто соскочил с тела девочки. Массовая гибель рыбы произошла на реке Добрица в Рогачевском районе. Об этом сообщили представители Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира. На участке реки длиной в 10 километров было обнаружено более 350 мертвых особей озерно-речной рыбы. На место происшествия приехали представители Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и заинтересованные службы. Отобраны пробы воды. Предварительная причина массовой гибели рыбы – недостаток кислорода в реке. Однако эксперты не исключают воздействия и антропогенных факторов. Сам себе отомстил. В жлобе не нетрезвый местный житель поджег свой автомобиль из-за того, что сотрудники ГАЭ отогнали его на стоянку. По предварительной информации, после составления протокола мужчина попросился сходить к авто, чтобы забрать из него свои вещи. Но когда оказался в салоне, решил устроить огненное представление и поджег свой Ford Escort. Огонь быстро распространился по машине и повредил две соседние. Нарушитель задержан и дает показания. Оставленная без присмотра четырехлетняя девочка стояла на балконной раме девятого этажа и стала причиной вызова спасателей. 24 июля в 18.23 в Центр оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о нахождении ребенка в открытом окне на балконе в одном из домов по улице Кожера. К месту оперативно выехали спасатели. Один из них увлек девочку разговорами через закрытую входную дверь, другой поднялся по лестнице на балкон и предупредил трагедию. Выяснилось, что мать малолетнего ребенка, уходя из дома, попросила присмотреть за дочкой и 9-летним сыном свою старшую сестру. Ей понадобилось уйти, а старший ребенок решил пойти погулять на улицу. И девочка осталась дома одна. Сотрудники таможни тем временем задержали контрабанду цветного металла. Во время осмотра легкового автомобиля при въезде из Украины в Республику Беларусь был обнаружен пакет с монетами. Незаконно ввозимый груз нашли в нише под водительским сидением. 38-летний водитель объяснил, что это подарок от друга из Одессы и каким-либо образом декларировать его он не собирался. Монеты изъяли и отправили на экспертизу. Вне зависимости от ценности груза нарушителя ждет административное наказание. Заманчивое предложение заработать денег, поступающее в адрес наших граждан, на деле далеко не всегда соответствует радужным обещаниям. Доказательством того, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, отчасти служит трагедия, произошедшая с белорусами на прошлой неделе в Николаевской области Украины. На днях в Гомельскую областную клиническую больницу были доставлены еще двое пострадавших. Нашим корреспондентам удалось узнать, что побудило людей отправиться в смертельный тур, который изначально казался выгодным и заманчивым. Рейсовый микроавтобус «Фольксваген» гомельской компании «Окс Альянс», который двигался по маршруту Одесса-Гомель, столкнулся с фурой, стоявшей с правой стороны проезжей части. Авария произошла около пяти утра на 289-м километре автодороги Киев, Одесса, около поселка Кривое озеро. В результате ДТП водитель микроавтобуса и четыре пассажира погибли на месте, еще 12 человек госпитализированы. На следующий день совместными усилиями украинских и белорусских медиков девять пострадавших на реанимобилях были доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. После клинического лабораторного осмотра диагностических исследований шесть пациентов были отпущены на амбулаторное лечение. Трое пациентов были госпитализированы. Один в нейрохирургическое отделение с легкой черепно-мозговой травмой, с сотрясением головного мозга. И двое пациентов, это молодая семья, муж и жена, были госпитализированы в травматолого-ортопедическое отделение. У мужчины перелом ключицы, обширная рваная рана правой голени с повреждением мышц, множественные ушибы, кровоподтеки верхних и нижних конечностей. У его супруги легкая черепно-мозговая травма, ушибленные раны лба, ушибы, кровоподтеки, ссадины верхних и нижних конечностей. Данные пациенты у нас пробыли двое суток. Получили всю необходимую стационарную специализированную помощь и по улучшению состояния были выписаны на амбулаторное лечение в понедельник. В среду бригада врачей Гомельской областной клинической больницы отправилась в Украину для транспортировки двух из троих оставшихся на излечении в Николаевской области пострадавших. Третий пациент пока находится в тяжелом состоянии, его транспортировка невозможна. Реанимобиль уже прибыл в Гомель. Так что же подвигло гомельчан среди недели поехать на один день в Одессу? Как выяснилось, это не было туром выходного дня. Таким способом с помощью граждан Беларуси реализовывалась серая схема ввоза на территорию Украины автомобилей и за рубежа без уплаты таможенных сборов. Доверчивым белорусам предлагали съездить на отдых день туда, день на море и день на обратную дорогу. Поездка была абсолютно бесплатной, плюс вознаграждение за подписи в неких документах купли-продажи автомобиля. Буквально последние годы граждане Украины стали прибегать к осуществлению указанной серой схемы. Привлекают для этого граждан Республики Беларусь за минимальное вознаграждение. Плюс в некоторых случаях бывает трехдневный отдых на море за счет приглашающей стороны. Наши граждане едут на границу, своими украинскими сопровождающими едут на границу Украины с одним из европейских государств. Словакия, допустим, Польша. И там оформляют везенную машину на себя. Со слов украинцев, белорусы при этом ничем не рискуют. Согласно украинского законодательства, нерезиденты Украины, то есть наши граждане в том числе, могут ездить на такой везенной машине без уплаты таможенных платежей в течение года. Украинцы не могут, они обязаны заплатить платеж. Одесса – портовый город. Паромы с авто из США, Японии и других стран по несколько раз в месяц заходят в эту гавань. По информации украинских СМИ, дельцы, чтобы сэкономить на оплате таможенных пошлин, платят иностранцам от 20 до 40 долларов за ввоз машины. Не избалованные легкими деньгами и морем, наши граждане соглашаются помочь квазепредпринимателям воспользоваться пробелами в законодательстве страны-соседки. Хотя последствия, как выяснилось, могут быть достаточно серьезными. Особенно, если платеж в течение года не поступит в казну Украины, либо автомобиль в этот срок не покинет пределы государства. Существуют определенные сроки для того, чтобы наш гражданин ее зарегистрировал, платил таможенные платежи, на которые оформлена эта машина. И, соответственно, если взять градацию этих сроков, чем больше он будет ездить на этой машине без оформления, без оплаты платежей, и, соответственно, растет и размер административного взыскания в украинских гривнах. Ну вот, значит, максимальное до 1000 долларов, если перевести на доллары. Значит, следующая неприятность, это если наш гражданин, который уже там должен заплатить указанный штраф, не заплатил, и потом снова въехал в Украину. Но уже на своей машине. Но уже на своей машине. Значит, в счет уплаты штрафа, если у него нет денег, у него могут конфисковать этот автомобиль, арестовать, значит, потом реализовать и возместить указанный штраф. Кроме того, нашему гражданину грозит депортация, значит, и запрет на въезд в Украину на определенный срок. Кроме этого, сокрытие пусть и небольших доходов, полученных за рубежом, и неуплата налогов в бюджет нашего государства – это также правонарушение. Но уже белорусского законодательства. Стоит ли и за пару десятков долларов рисковать своей жизнью, здоровьем, имуществом и репутацией, должен решить каждый сам для себя. Хотелось бы еще раз предостеречь наших граждан от вовлечения в подобные схемы, значит, чтобы они, значит, не листились, скажем так, не шли, не соблазнялись обещаниями подобных, значит, легких и быстрых заработков, потому что все это чревато большими и большими проблемами. По данным правоохранителей, только за 2017 год из стран Европы и США в Украину по таким серым схемам было ввезено около 240 тысяч автомобилей. А это значит, можно предположить, что за каждым таким авто стоит реальный белорусский гражданин. И даже если на наших соотечественников оформлена каждая вторая машина, цифра все равно огромная. Украинцы выигрыши без уплаты таможенных пошлин, хорошие иномарки им достаются дешево, а белорусы, не понимая, в чем подвох, обременяют себя риском. Ведь никто не знает, что с такой машиной может произойти, и в каких неприятностях перед законом окажется фактически украинский владелец. Июль в этом году в нашей стране стал самым теплым и мокрым месяцем. Виновник циклон из Украины Халина. Синоптики его называют Черноморской депрессией. И этому есть объяснение. Например, обрушившаяся стихия, казалось, смойт Брест. 80% месячной нормы за час. Это 47 литров воды на каждый квадратный метр города. Досталось и Гомелю потоплены подворья, дороги, подвалы школ, жилых домов и магазинов. Подробности в сюжете Алексея Немкевича. Что такое половина месячной нормы осадков, гомельчане узнали в эти выходные. Казалось, областной центр вот-вот скроется под водой. Здесь успели поплавать все улицы без исключения. Видео от очевидцев буквально заполнили интернет. Причем сделаны они в разных частях города. Видно, что ливневые канализации не справляются. Дороги превратились в водные каналы. Нормально. Топтануло, да? Можно на лодку уже пересаживать. Отобрушившиеся с неба воды пострадали дома, улицы и магазины. А задержка движения на 10 троллейбусных и 9 автобусных маршрутах составила более трех часов. В результате выпадения обильных осадков в виде дождя на территории города Гомеля были зафиксированы подтопления 110 подворий, а также 50 частных домов. На территории Гомельского района были зафиксированы подтопления в 6 населенных пунктах 14 подворий. Работниками МЧС проводились работы по откачке воды из 11 частных домов, овощехранилища к суп Брилёва, спортзала одной из средних школ и детского сада. В 12 населенных пунктах Гомельского района происходило отключение электроэнергии. Затапливало и другие города региона. Пострадали Василевичи, Брагин и Жлобин. В последнем под водой оказались дороги, пешеходные переходы и скамейки. Сильно досталось автомобилям. Регистрационные номера смывало потоком воды. Их до сих пор ищут хозяева. Транспортное средство, чьи двигатели глохли, владельцам и пассажирам пришлось толкать, предварительно закатав штаны и рукава. На главных улицах Гомеля останавливалось движение общественного транспорта. Десятки домов и частных подворья оказались затопленными. Среди них и строение на улице Иванова. Посмотрите, мы приехали после дождя, после поездки. И вот такое у нас вот. Там три метра глубина. Три. И плюс под гаражом это все, эта площадь вся затоплена. То есть три метра. И так он, пять, по-моему, на пять. И три метра глубина. Все полное, полностью все полное. В доме. Извиняюсь, конечно, за беспорядок у нас ремонт. Мы уже просто не знаем никак, никуда не кинуться, ни что делать. Вон она вода. То есть это вот все, вот тут, все. Вот столько воды, вон оно. Это вот тоже воды ушло. Вон сколько воды ушло, было вот так. Еще померилось, делались вот эту воду. Вот. Это вот сейчас то, что вот немного начало спадать, вот так. А было вот, мы мерили, было вот столько воды. Подтоплены здесь сразу несколько домов. По словам местных жителей, это стало частым явлением после реконструкции дороги. Но раньше у нас вот труба эта была, вот которая идет в карьер. Мы сами прокопали в ливневку, урезались. И она сбегала, и было все. Ну вот трубу закопали, все, ей некуда идти. Некуда, все. С подтоплениями сталкивается не только на Иваново. О проблемных улицах города нашей съемочной группе рассказали страховщики. Они, как никто, знают, сколько стоит иногда дождливая погода. В железнодорожном районе частое подтопление в районе переулка Линейного. Также вот улица Осипова подтапливается, частный сектор. По сводкам МЧС и Нагородняя. Вот те улицы, которые вот в районе Сельмашево, вот их много достаточно. Также они есть во всех районах, в железнодорожном и Новобеллице. Очень много в районе поселка Чонки. Оттуда всегда идет тоже много случаев по убыткам. Только с начала этого года данному страховщику было подано 580 заявлений на возмещение. Причина 240 из них – стихийное бедствие. А это почти половина. К слову, оценкой ущерба занимается специалист страховой компании. Он обязан к вам выехать в течение двух дней. Есть в каждой страховой отдел убытков. Он отправляет представителей в данную квартиру или подворье. Там рассматриваются эти страховые случаи. Насчитывается ущерб. И потом человеку выплачивается ремонт помещения. Выплаты составляют при страховой сумме в год, если человек платит рублей, в среднем 30 рублей. То мы выплачиваем при наступлении страхового случая порядка 200 рублей. Синоптики утешают. Июльские грозы и ливни, похоже, отступили. К концу недели погода начнет выравниваться. Ожидается плюс 30, а вероятность дождя небольшая. Алексей Немкевич, Павел Антонов, Игорь Морищенко. Специально для программы «Дефакто». Надо признать разрушающие и приносящие беды циклоны. Хоть и захаживают к нам в гости, но бывают на территории Беларуси нечасто. Возможно, именно поэтому, оказавшись в чрезвычайной ситуации, многие люди не сразу понимают, как себя вести, как реагировать. О последствиях прохождения циклона по нашему региону и об алгоритме действий в условиях штормового предупреждения поговорим с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. В конце минувшей недели действительно затопило Гомельский регион, но и также наблюдались отключения в 12 населенных пунктах Гомельской области. Дожди также фиксировались и в других регионах Беларуси, но только, по-моему, у нас такое масштабное наблюдалось отключение электроэнергии. Как вы думаете, с чем это связано? И, как всегда, оказались не готовы, так ли? Действительно, все чаще и чаще природа начинает показывать характер, появляются какие-то аномальные явления. И здесь рассматривать выпадение этих осадков, действительно, почти месячная норма выпала меньше, чем за полсуток. Это, конечно, сказалось, на жизнедеятельности в целом улиц города Гомеля и Гомельского района имели место отключения электроэнергии, подтопления низких участков дорог, ну и тем самым вызывало у граждан недовольствие. Ну и те домовладения частные, постройки, которые находятся в низменной части, соответственно, были подтоплены, это и урожай, да, это труд граждан, и масса звонков поступала на различные дежурные службы, в том числе и на службу телефон 101. Но об этом... За последние несколько лет мы такого не наблюдали. Да, мы уже отвыкли. У нас в большей степени, мы видим, наверное, первый год, за последних даже 6-7 лет, если брать, мы видим в этот период года, чтобы у нас в Гомеле была зеленая трава, да. Но она сегодня есть, то есть осадки выпадают, идут обильно, и вот эти вот погодные условия, возбернемся к этому моменту, конечно, привели. Но об этом предупреждал, нас гидрометцентр предупреждал, и по нашей линии эта информация проходила во все дежурные службы, и, в принципе, есть соответствующие планы, которые должны все службы перейти в соответствующий режим работы. И до населения данная информация была доведена путем сегодня существующихся социальных сетей, мы активно в них принимаем участие, рассылаем всю эту информацию, напоминаем гражданам, на что надо обратить внимание. Но опять же, как показывают все эти случаи, на которые мы выезжаем, изучаем, наши граждане, к сожалению, когда... Здесь, как той пословице, пока петух не клюнет, да, никто шевелиться не начинает. И здесь мы вполне все эти пословицы видели, эти действия граждан, когда уже последствия наступили, когда вода начала прибывать, когда начало подтапливать домовладение, заливать жилье, квартиры, нарушалась жизнедеятельность граждан, тогда да, тогда возникла чрезвычайная ситуация, и все начали звонить нам, оказывайте помощь и содействие. Конечно, мы оценивали ситуацию на все эти звонки, принимали решение, куда отправить наши силы и средства. Сергей Николаевич, вот давайте вернемся к теме отключения электроэнергии, 12 населенных пунктов. Почему именно у нас? Вот в Могилевской области тоже были дожди, там такого не наблюдалось. Ну вот сейчас мы занимаемся этим вопросом, изучаем, это не так быстро дается оценка, да, но действительно в последнее время мы видим, что что ни коснись, то ли это сильные ветра, да, то ли это обильные осадки, и почему-то на Гомичине очень сильные последствия, то есть отключение электроэнергии идет, охватывает большое количество населенных пунктов, да, объектов жизнеобеспечения. Мы сегодня эту ситуацию изучаем, мы параллельно работаем с соответствующими службами Гомель Энерго, с той информацией, которую они нам предоставляют, смотрим, изучаем, и, конечно, этот вопрос будет рассмотрен на комиссии по чрезвычайной ситуации, потому что мы все прекрасно понимаем, что ситуация меняется, и должны службы менять свои подходы, вырабатывать новые решения, да, с учетом специфики этих аварий, чрезвычайных ситуаций. Соответственно, сейчас материалы все собираются, обобщаются, вся проблематика от всех дежурных служб, которые в этой работе участвуют, и данный вопрос будет рассматриваться на комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогу будут приняты и выработаны какие-то решения, которые будут внедрены уже в ближайшее время, для того, чтобы минимизировать эти факты и исключить. Если люди понимают, что их дома находятся на территории, которая подвержена подтоплением, да, то как все-таки, какие меры принять, чтобы обезопасить себя от неприятной ситуации? Знаете, раньше разрешали строиться, разрешали строиться. Иногда вот выезжая на такие моменты, такие обращения граждан, начиная изучать, оказывается, он сам правдами-неправдами возвел там дом, потом его узаконил. Из года в год там его родственники раньше проживали, они знали, что там раз в 12 лет то река из берегов выйдет, то выпадет обильные осадки, да, и дом страдает на дворной постройке. И они знали и с этим смирились. Но последние годы, как сложились погодные условия, вот граждане уже привыкли, что все нормально, все хорошо, и что это их имущество, они же его наживают. А здесь такое происшествие, их тоже можно понять, как бы они сразу ищут у кого помощь, и никогда ни один гражданин не скажет, да, это я виноват, это я заранее не предусматривал. То есть вы о том, что можно было бы застраховать свое имущество на такие случаи? Страхование это уже, наверное, самое основное. Сегодня застраховал за те вложения, которые ты вложил. Случилась эта чрезвычайная ситуация, ты получил деньги и, в принципе, восстановил. Сегодня, если брать европейцев, то они сегодня все свое имущество страхуют. И от любой чрезвычайной ситуации, аварийного режима, у них все застраховано, они считают деньги. А наши граждане, ну, не желают, не хотят, либо еще не пришли к этому, но не хотите страховать. Тогда возьмите, реализуйте за это время, за этот период, те подготовительные мероприятия, которые минимизируют последствия. Возьмите, проведите соответствующее, хотя бы вокруг своего приусаденного участка, выкопайте канал, в который будет вода сходить, сделайте нормальную отмостку. То есть проведите ряд таких мероприятий, которые позволят минимизировать подтопление приусадебного участка и тем самым всех хозяйственных построек, которые находятся на этой территории. Службы ЖКХ и другие органы, они в компетенции помогают населению в решении этих вопросов. То есть оказывают услуги, и в том числе на бесплатную основу. Например, по тому же вопросу, чтобы прокопать траншею, например, и отливную какую-то систему. Но если этот приусадебный участок твой и находится в твоем видении, то в принципе, как выкашивать траву, следить за его состоянием, поддерживать порядок, так и поддерживать те последствия, которые могут наступить вследствие погодных условий, должен кто? Должен сам гражданин. Если ты с этим не справляешься, тогда продай, купи себе то, что ты можешь себе позволить, справляться и живи в тех условиях, которые есть. А сегодня ЖКХ, я не в защиту. У них много и общественных дорог, и тротуаров, и объектов различных социальной направленности, которые сегодня они обслуживают. Если сегодня есть договора, и эти вопросы оговорены, что за это несет и берет обязательства на себя ЖКХ, то, конечно, она будет нести ответственность и выполнять все эти мероприятия. Сергей Николаевич, каков все-таки главный источник получения информации населением, наверное, главный и оперативный источник получения информации о штурмовом предупреждении? Это приложение? Сегодня МЧС понимает, да, и наши российские коллеги в свое время, когда в их столице прошел сильный ветер, и там было травмировано порядка 12 смертельных людей, они даже наше приложение, то, что мы разработали сегодня интернет-приложение о помощь рядом, они брали за основу, и, в принципе, наверное, разработали такую программу, уже сейчас и внедрили на территории Российской Федерации. Действительно, мы сегодня рассказываем, и выступая в трудовых коллективах, и на таких вот передачах, которые вы нас приглашаете, о том, что сегодня любой гражданин, установив себе вот это приложение мобильное, помощь рядом, он будет получать информацию, вплоть до временные рамки, те, в которые ожидается та или иная ухудшение погодных условий, ну, штурмовое предупреждение. И здесь же будет ссылка, что МЧС рекомендует обратить, на что МЧС рекомендует обратить внимание, чтобы никаких тяжких последствий для себя и своего имущества у гражданина не наступило. Сергей Николаевич, вы ответили на главный вопрос, и спасибо за конструктивный диалог. Спасибо. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. Нарвались на крепкого орешка. В Бразилии угонщики автомобиля не ожидали, что потерпевший сможет дать отпор и отправит одного из них в больницу. Двое мужчин, прогуливаясь по улице, внезапно открыли дверь припаркованной на обочине иномарки. Первый злоумышленник нагло вытащил за шиворот водителя и отвел его в сторону. Другой сел на его место и выгнал пассажира. Между напарником угонщика и законным владельцем машины к тому времени уже полным ходом шла потасовка. Однако ошарашенной наглостью грабителей мужчина не растерялся. Вовремя достал из одежды пистолет и два раза прицельно выстрелил в налетчика. Скрывшегося подельника потом задержала полиция. В Стамбуле на глазах у свидетелей рухнул трехэтажный жилой дом. Но до падения здание десятки минут висело над пропастью глубиной в несколько метров. Она образовалась не случайно, а в результате падения опорной стены, которую строители ненароком повредили в ходе работ. Вслед за кирпичной кладкой осыпалась и земля, которая наполовину оголила фундамент жилого дома. Картина получилась впечатляющей, но повисшая над пропастью здание продержалась не более 15 минут и катастрофично рухнула вниз. К счастью, люди успели его покинуть. Сообщается, что в конце прошлого века дом возвели в нарушение турецких законов. Родилась в рубашке. В России пятилетняя девочка выпала из автомобиля, когда ее папа выполнял левый поворот. Задняя дверь машины приоткрылась, и ребенок кубарем покатился к обочине. Водитель не сразу заметил, что произошло, и остановился только через 200 метров. Но на счастье мужчины, к моменту, когда он вышел из авто, девочка уже самостоятельно поднялась и бежала к нему навстречу, слегка прихрамывая. В Китае 10-тонный грузовик с цементом опрокинулся на оживленной улице, погрузив район в облако кремниевой пыли. Объезжая припаркованные машины, водитель большегруза потерял управление и, перевернувшись, зацепил легковушку. 10 электроскутеров и моторикшу. Пять человек получили травмы. Водителя засыпало сухим цементом, но мужчину спасли. Его вытащили прохожие. Оказалось, что у грузовика отказали тормоза, и водитель не знал, как остановить машину. В Калифорнии на пляже Капистрана парк отдыхающие спасли белую акулу, которую при боем выбросило на берег. Помочь хищнику пытались несколько мужчин. Они старались ухватить акулу за хвост и вытянуть в море. Но это оказалось не так просто. Несколько раз рыба извернулась и класснула зубами. К счастью, только по воздуху. Дождавшись мощной волны, мужчинам все же удалось вернуть акулу в родную стихию. В воде хищник нападать не стал. Видимо, в знак благодарности. Огромный айсберг едва не врезался в деревню в Гренландии. Просто сумасшедшие кадры запечатлела камера видеонаблюдения побережья. На ускоренной записи видно, как плавающая гора буквально повисла над поселком. Жителей срочно эвакуировали. Было опасно, что после столкновения с сушей тонны льда обрушатся на жилые дома. Но все обошлось. Благодаря сильному течению, огромная глыба поплыла дальше. Однако теперь жители опасаются, что айсберг разрушит их единственную электростанцию. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова